Что касается безвозмездных поступлений, то основным доходным источником является субсидия на реализацию мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях города. 190 миллионов рублей распределяем областные денежные средства на строительство школы в городе Железноборске. Кроме этого, большие денежные средства поступили к нам на реализацию основных образовательных и дополнительных образовательных программ на нашей школе 10 миллионов 501 тысяч рублей. И теперь субвенция на образовательные учреждения составит 379 миллионов 460 тысяч рублей. Также народные избранники рассмотрели вопрос о флаге Железноборска. Ранее городской парламент утвердил проект полотнища флага, который затем был отправлен на утверждение в Геральдический совет. Геральдическая экспертиза предложила одну, но существенную поправку. Геральдический совет настаивает произвести корректировку рисунка флага, дополнить его изображение куропаткой в верхнем углу полотнища флага у древка, так как данная куропатка есть на гербе города Железноборска. Кроме того, управлением архитектуры, администрацией, на утверждение народным избранникам были представлены новые правила благоустройства территории города, разработанные согласно действующему законодательству. Они заменят устаревшие и принятые в 2012 году.